Ну все, вот уже обнялись какие-то Салават Юлаева. И финальная сирена этого матча тоет, тонет в восторженном реве трибун Салават Юлаев, обладатель Кубка Гагарина 2011 года. Эти памятные моменты навсегда вошли в историю клуба. Ровно 10 лет назад, 16 апреля 2011 года, наша команда в первый раз завоевала самый престижный хоккейный трофей континента – Кубок Гагарина. Непередаваемые эмоции и искренняя радость всех жителей республики цепляют за душу до сих пор. Салават Юлаева поднимает этот трофей над своими головами. Виктор Козлов, капитан команды Александр Радулов. Ее пламенный мотор. С первых матчей чемпионского сезона Салават Юлаев стал играть в атакующий хоккей, делая ставку на тактальный контроль шайбы и размашистые многоходовые комбинации. Да, порой это шло в ущерб оборонительным действиям, но победы одерживались на регулярной основе. И не случайно, что на старте регулярки команда Вячеслава Быкова выдала серию из семи игр с набранными очками, в которых уфинцы одержали пять побед и лишь дважды уступили по булитам. Самый же радостный показатель для болельщиков – это количество заброшенных шайб в этих встречах. А их оказалось аж 29, то есть в среднем больше четырех голов за матч. В регулярке мы играли и сходили из своей позиции. Мы знали, что у нас все четыре звена хорошие, мастеровитые, которые в принципе в другой любой команде могли претендовать на первые звенья в любых командах. Поэтому мы играли и пытались играть красиво, пытались играть зрелищно. И может быть отсюда так и показалось нашим болельщикам. Вообще регулярку в тот чемпионский сезон команда проводила стабильно, но в начале января случился неприятный отрезок, когда Салават потерпел три поражения подряд. Следом вполне могло случиться и четвертое от локомотива. Тогда на домашней площадке к середине третьего периода уфинцы уступали ярославцам в две шайбы, но проявили недюжинную волю к победе и за две с половиной минуты отправили в ворота железнодорожников четыре безответные шайбы, оформив победу. Та игра словно стала какой-то отправной точкой, после которой юлаевцы выиграли еще девять матчей, более месяца не зная горечи поражений. Вы знаете, это в принципе в любой команде, когда команда проигрывает серию матчей, они пытаются исправить ситуацию и начинают по-другому тренироваться, по-другому готовиться к любому матчу. Да, и возможно тот матч был переломный, да, а то, что мы наработали за те три матча, которые мы проигрывали, да, вот это был и выхлоп из того, поэтому у нас и получилась такая хорошая серия. Юлаевцы в сезоне 2010-2011 годов были очень дружны, а в составе была настоящая интернациональная дружина. Тут тебе и шведы Эрсберг с Нильсоном, и Славак Староста, и норвежец Торостен, и чехи Блатик с Клепишем, и Беларусь Кольцов, а самое главное целая группа известных российских хоккеистов, наиболее ярким из которых, несомненно, был Александр Радулов. Но самым заводным в раздевалке однозначно был Патрик Торосен. Тот клич викинга в исполнении Торосена после каждой победы Славата в том плей-офф никто не мог понять, но все заряжались неуемной энергией настоящего норвежского викинга, который с теплом вспоминает ту славную победу и передает всем юлаевским болельщикам пламенный привет. Привет! Слават Юлаев, фанцы! Я помню хорошие помни, когда мы в 2010 году. Я помню, я звоню, мою семью, которые были в Норвеге, с теми, с теми, с теми, всем ютем, что мы делали. Это было эмоционально. Я крыла, моя семья крыла. Я смотрел на станды, я видел, что вы, ребята, крыла в счастье. В плей-офф туилаевскую команду было попросту не остановить, хотя путь в Кубке Гагарина оказался не самым легким и был полон приключений. Для начала команда Вячеслава Быкова в блестящем стиле разобралась с Сибирью, для итоговой победы над которой хватило четырех матчей. Следом болельщиков ждало лакомое событие локального масштаба, противостояние уфимцев с Акбарсом. То зеленое дерби уложилось в пять матчей и по традиции получилось драматичным. Решающей оказалась пятая встреча, в которой Салават оформил гостевую победу с минимальным счетом, благодаря шайбе Александра Радулова, который как истинный башкирский батыр повел в нужный момент партнеров за собой к общей победе. Длинный пас в среднюю зону, велаевцы разыгрывают шайбу в зоне Казанцев, в кондрате, в гол! Невероятная шайба, чудесная шайба, она не должна была оказаться в воротах Казанцев, но видимо хоккейные боги сегодня на нашей стороне. Радулов, Радулов, Радулов. Ну а далее случилось не менее эпичное противостояние с другим нашим принципиальным соперником, Магнитогорским Металлургом. Поведя в серии 3-1, юлаевские хоккеисты, видимо, уже уверовали в победу, но было еще слишком рано, потому как две следующие игры остались за Столеварами. И судьба этой серии решалась в решающей седьмой встрече, которая проходила на переполненной Уфа-арене. Команды действительно бились в том матче, и не случайно, что судьбу той игры решил всего один гол, заброшенный Владимиром Антиповым незадолго до середины третьего периода. В финале Кубка Гагарина юлаевцев ждала встреча с подмосковным Атлантом, командой, ставшей главным открытием того плей-офф. Но у финцев уже было не остановить. Подопечные Вячеслава Быкова отыграли матчи с Атлантами очень рационально и оформили победу в серии в пяти матчах. Причем решающая победа была добыта юлаевцами на Уфа-арене, и тогда главное спортивное сооружение республики буквально сияло от эмоций на каждом сантиметре. Все хорошо, что все заканчивается, и мы победили. Хочу сказать спасибо всем болельщикам, всем ребятам в команде, моим партнерам по звену, и всем-всем-всем, потому что без них ничего бы этого не было. И я думаю, мы действительно, после прошлого года, после прошлого поражения нас это сплотило, и мы доказали всем, что мы действительно лучшая команда в этом году. Тяжело сейчас что-то анализировать, должно пройти какое-то время. Это очень здорово, потому что ты находишься 9 месяцев, 10 месяцев в одном кругу с командой. Конечно, я очень рад. Я первый человек в истории, который выиграл Кубок Гагарина, но сезон очень хороший был, мы все время вместе были как один куляк, просто команда играла. Было плохое время, было хорошее время, но закончили очень хорошо, выиграли, все. Кстати, капитанивший в той звездной юлаевской компании легендарный Виктор Козлов, ныне входит в тренерский штаб Салавата. Он понимает и знает, в чем был секрет той чемпионской команды, поэтому его помощь нынешним игрокам сложно переоценить. Ребята с первых игр понимали, ради чего нас тогда собрали в одну команду и в принципе все, что мне было, то, что я был капитаном, для меня было почетно и я был горд, что был капитаном в той команде. Ждем, когда под сводами Уфа-арены снова заиграет легендарная песня Азамата Муратова «Невозможного нет», а вся республика снова испытает этот яркий эмоциональный порыв от заслуженной победы. Ждем, когда под сводами Уфа-арены снова заиграет легендарная песня Азамата Муратова «Невозможного нет»